Всем здравствуйте! Вы на канале Вязаные Истории. Меня зовут Юлия. И в этом видео я покажу вам, как связать вот такой цветочный плед. Данный пледик, который я вам показываю, у меня связан в форме шестиугольника. Весь он, к сожалению, у меня в кадр не влазит. Сейчас покажу вам изнаночную сторону этого пледика. Она выглядит вот так. Соединенная с помощью крючка безотрывным способом. По мне, этот способ гораздо легче, чем пришивать или сразу же ввязывать каждый цветочек. Получается процесс вязания пледа. Вначале мы вяжем очень большое количество цветочков отдельных. Убираем сразу им ниточки. Выглядит это примерно вот так. Вот я навязала уже отдельное количество. И после все это мы связываем вместе. Видела, я вам покажу, как связать цветочек. И уже после покажу, как это все соединить между собой. Для вязания я использовала пряжу Шекерим Бэйби. Это 100% высокообъемный акрил. Крючок для этих цветочков я использовала 3-3,5. Точно не помню размер. Но чем больше вы возьмете крючок, тем объемнее у вас получатся цветочки. Видео я использовать буду свой любимый крючок. Это 2 мм. Он немножечко маловат. Цветочек получится меньше. Также, мне кажется, для этого пледа хорошо подойдет пряжа. Пихорка детская новинка. Это также акрил. Можно еще попробовать тепленький плед шерстяной. Ализе Ивана Голд. 100 грамм 240 метров. Там крючок даже подойдет, я думаю, 4-5 мм. Будет хорошо для той пряжи. И цветочки сразу получатся крупные. Начинаем вязать цветочек. Начало у нас идет цвета серединки. А дальше будем присоединять ниточку и вязать лепесточек. Я начинаю белым цветом. Это будет у меня серединка. Делаем кольцо амигуруми. Или скользящая петля. Ее еще называют по-другому. Закрепли. Далее в эту петлю мы набираем 6 столбиков без накида. Закрепили. Далее в эту петлю мы набираем 12 столбиков без накида. Первый. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Провязали 12 столбиков без накида в петлю. Теперь подтягиваем хвостик и затягиваем колечко. Далее. Эту ниточку оставляем. Она теперь нам не нужна. Пока ее не обрезайте. Далее находим первую, самую первую петлю. Можно отчитать с этой стороны 12. И в первую вводим крючок. Но белую ниточку оставляем, а присоединяем ниточку цвета лепестков. Вытягиваем. И провязываем просто соединительный столбик. Все эти ниточки пока оставляем. Беленькую можно обрезать. Примерно такой же длины, как все остальные хвостики. Продолжаем вязать лепестков. Набираем 3 воздушные петли. Первая. Вторая. И третья. Делаем накид и вводим крючок в ту же петлю, из которой мы вывели ниточку розового цвета. Вытягиваем. На крючке у нас получается 3 петли. Первые 2 провязываем. И снова вытягиваем. Далее. Снова делаем накид. Вводим крючок в ту же петлю. Провязываем 2 первые. Вытягиваем и оставляем петлю на крючке. Далее. Снова делаем накид. Но крючок уже вводим не в эту первую петлю, а во вторую. Провязываем. Вытягиваем петельку и оставляем ее на крючке. Снова накид. Вводим крючок во вторую петлю. Провязываем первые 2. Оставляя петлю на крючке. В итоге у нас получилось с вами 5 петель. Теперь захватываем ниточку и проводим ее через все петли на крючке. Провели. Захватываем 5 нить. Провязываем воздушную петлю. Дальше провязываем 3 воздушные петли. Первая. Вторая. Третья. И присоединяемся с помощью соединительного столбика в следующую петлю. Это мы провязали первый лепесточек. Получается, лепесточек у нас состоит из 3 воздушных петель. 2 столбика с накидом в эту же петлю, от которой шли воздушные петли. 2 столбика с накидом во вторую петлю. Все с общей вершиной. И 3 воздушные петли присоединились в следующую петлю. Далее снова провязываем 3 воздушные петли. Первая. Вторая. Третья. Накид. В эту же петлю, куда мы присоединились, провязываем. Провязываем. Столбик с накидом, но оставляем петельку на крючке. Снова делаем накид. Провязываем. Второй раз. Столбик с накидом. Оставляем петлю на крючке. Накид. 2. Мы сейчас сделали 2 столбика. В следующую петлю провязываем столбик с накидом и оставляем петлю. Еще раз накид. Получилось у нас 5 петель на крючке. Захватываем ниточку, вытягиваем через все петли. Воздушная петля. Три воздушные петли. Первая. Вторая. Третья. Самую первую, которую мы делаем, когда закрепляем цветочек, мы не считаем. Она как дополнительная. И потом еще 3 петли провязываем. Так, присоединяемся в следующую петельку. Соединительным столбиком. Так мы с вами провязали уже 2 лепесточка. Провязываем таким же образом еще 4 лепестка. И дальше покажу, как спрятать ниточки. Провязали последний лепесточек. Набрали 3 воздушные петли. И теперь присоединяемся к первому соединительному столбу, который у нас последний был сделан цветом серединки. Присоединились. Далее вытягиваем петельку чуть подлиннее. Переворачиваем цветочек. И с изнаночной стороны вводим крючок. Захватываем эту петельку, которую мы оставили. Захватываем ее на крючок. И выводим на изнаночную сторону. Здесь провязываем соединительный столбик. Таким образом закрепляя ниточку. Все. Ниточку можно обрезать. Вытянуть и обрезать. Далее оставшиеся ниточки нам нужно завязать между собой на узелочек. Хорошенько подтягиваем серединку. Теперь связываем между собой все хвостики. Я делаю это на два узелочка. И теперь хвостики мы прячем между лепесточком. Вводим крючок между, чтобы он не выглядывал ни с этой стороны, ни с этой. И захватываем хвостики. Ну и окончательно уже обрезаем эти хвостики. Цветочек готов. Вяжем таких нужное количество. После будем их сшивать между собой. Начинаем соединять лепесточки. Хвостика оставляем подлиннее. Ниточку использую ту же, из которой вязали цветочки. И подходящую по цвету к одному из них. Если цветочков очень много, то, соответственно, берите и пряжь пол моточка, моточек, если у вас новый лежит. Чтобы вам точно хватило этих ниточек. И она неожиданно не закончилась где-нибудь на серединке пледа. Перед тем, как соединять, цветочки лучше всего разложить сразу же. И посмотреть, как они у вас сочетаются между собой. Особенно, если расцветок много. Не как у меня две, а, например, три-четыре. То лучше заранее все сложить, чтобы увидеть предварительную картинку, что у вас получится. И еще один такой совет. Можно сложить, сфотографировать, чтобы потом вы смогли в любой момент открыть на телефоне картинку. Посмотреть, какой у вас цвет должен, например, в этом моменте ввязываться, а какой и в следующий будет. Это очень удобно. Так, начинаем соединять. Для начала, смотрите, нам нужно с вами соединить две нижние, два нижних лепесточка. Потом мы переходим к вышек лепестка. Далее присоединяем третий. То есть от вот этого соединения мы идем сюда. Здесь соединяемся. Вот так вместе эти два лепестка. Возвращаемся, присоединяем вот этот. Снова набираем цепочку. Идем к этому. Далее присоединяем следующий цветочек. Вот этот, получается, мы соединили. Идем вверх. Соединяем эти два. Возвращаемся. Соединяем здесь. Набираем опять воздушные петли. Соединяем здесь два лепесточка. Это чтобы вам заранее наглядно было видно. Получается, соединяем. Идем по цепочке. Соединяем. По цепочке. Соединяем. Опять по цепочке возвращаемся сюда. Здесь соединяем. Вверх. Соединяем. Вниз. Соединяем. Вбок. Это наглядно. Теперь давайте покажу, как это смотрится на деле. Берем нижние два лепесточка. Складываем их лицевой стороной внутрь. Вяжем с изнаночной. Находим самую верхнюю петельку на лепестке. Вводим крючок. И сразу же вводим крючок со второго цветочка, а также в верхнюю петельку. Ниточку вытягиваем. Соединяем их вместе. И теперь набираем количество петель, необходимое нам до следующего лепестка. У меня это получается 6 воздушных петель. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Складываем вместе следующие лепестки. Вводим крючок под центральную петельку. Также делаем набил. Провязываем соединительный столбик. Вот видите, у меня количество 6 воздушных петель хватило от одного лепестка до другого. И при этом его не стянуло. Если наберете меньшее количество, у вас может быть получится совершенно другое. Но если будет количество маленькое, то ваши лепесточки вот так между собой потом стянутся. Это будет не очень красиво. Поэтому смотрите, чтобы этой длины свободно хватало. Быть может у вас получится всего 4 воздушные петли. Или наоборот 7. Или так же как у меня 6. Регулируйте это количество сами. Дальше. Набираем снова 6 воздушных петель. Всегда количество петель уже будет одинаковое. Какое изначально набрали. По всему пледику идет цепочка из 6 петель. Так, набрали первую, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую петлю. Теперь присоединяем наш третий цветочек. Помните, показывал по схеме. Теперь он у нас вот этот. Вводим крючок под верхнюю петлю второго цветка. И сразу же вводим крючок под петлю третьего цветочка. Соединяем между собой соединительным столбиком. И снова набираем нужное нам количество петель. 3, 4, 5, 6. Далее, как я показала, возвращаемся. Вводим крючок под следующий лепесточек. Здесь же вводим под беленький. Снова провязываем соединительный столбик. Сразу же набираем снова 6 воздушных петель. Давайте покажу теперь, что получилось. Вот как уже показывала. Соединили, поднялись вверх, вернулись, соединили между собой теперь уже 3 лепестка. Набрали снова цепочку, теперь следующие лепестки. То есть, они сами лепестки вожатся, и можно видеть, какие нам теперь нужно соединять. Теперь соединяем вот эти два лепесточка. Соединительным столбиком. Соединили. Набираем снова 6 воздушных петель. Первая. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Прикладываем следующий лепесток и смотрим, какие нам теперь нужно соединить. И видим, что нам нужно подняться и соединить между собой вот эти два цветочка. Верхний получается. Все. Соединили. Снова 6 воздушных петель. Возвращаемся вниз, присоединяем лепесточек к уже соединенным к двум. И так же набираем сразу цепочку. Я думаю, сразу здесь же видно, какие нам еще нужно соединить между собой лепестки. Соединяем вот эти два лепесточка. Набираем 6 воздушных петель. И теперь нам нужно присоединить лепесточек нижний. До этого у нас было изначально два нижних и мы сделали два верхних. Теперь снова присоединяем нижний лепесточек. Для этого мы спускаемся вниз. И присоединяемся к нижнему. Сделали соединительный столбик и опять набираем нужную нам цепочку. Посмотрим. Теперь нам нужно соединить вот этот лепесточек к двум изначально уже соединенным. Соединили, набрали цепочку. И смотрим, какую нам дальше надо соединить. Теперь, вот как видите, нам нужно соединить следующие лепестки. И так делайте до нужной длины. Поначалу присоединяем нижний ряд, первый и второй. Потом поднимаетесь вверх, присоединяете также третий ряд и четвертый. Думаю, уже схема понятна. Понятно вам. Получается, каждый раз лепестки соединены между собой цепочкой из воздушных петель. Даже вот видно. Смотрите. Думаю, хорошо видно. Как лучики, как будто бы окружают цветочек. Здесь цепочка, здесь такой лучик. Цепочка, лучик, цепочка, лучик. Так каждый раз. Хвостики прячем. У нас здесь с вами остался хвостик. И также уже в конце вязания у вас тоже останется хвостик. Хвостик мы делаем. Закрепляем его для начала. С помощью соединительного столбика вытягиваем. И теперь протягиваем также через лепесточек. Можно провязать так. Протянуть его еще раз, чтобы закрепить. Все. Хвостик обрезаем. То есть за все время соединения пледа у вас получится всего два хвостика. Один в начале, один уже в конце вязания. Если у вас возникли какие-то вопросы дополнительно по вязанию такого пледа, пишите мне в комментариях. Я всегда стараюсь отвечать на ваши вопросы. Помочь чем смогу. А также, если это видео оказалось вам полезным и понравилось, ставьте пальчик вверх под этим видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч.